Мы хотим рассказать вам о Волгограде. Этот старинный город вот уже четыре столетия стоит на берегу Великой Русской реки Волги. Именно здесь, у его стен, разыгралось крупнейшее сражение Второй мировой войны. Город-герой. Этим высоким званием отметила страна подвиг защитников Волжской твердыни. Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Память о людях, сделавших самое большое, что может сделать человек. Отдать жизнь, чтобы жили другие. Через горнило Великой битвы на Волге прошел и известный советский фото-журналист Юрий Чернышов. В феврале 1942 года я был уже барин. До армии я работал в редакции «Красная северообластная газета». Ну и естественно, по 17-летним быть в таких условиях, когда друзья старше уже ушли в армию. Уже в фармакейке были. Мне тоже хотелось, как и всем на фронтах. Когда пришел в армию, мне тут немножко посчастливилось, что в Вологде формировалась армия, которая потом и влилась в состав легендарной 62-й армии, которой командовал Василий Иванович Юйков. Юрий Чернышов был фотокорреспондентом «Армейской газеты». Его фотографии — это драматическая летопись великого сражения. Людям, которых он снимал, было, конечно, неведомо, что со щелчком фотоаппарата они уходят в историю. 42-й год. Один из самых тяжелых. От Москвы до фронта лишь один день пути. Блокирован Ленинград. Оккупирована фашистами вся Украина. А здесь, на юге, новое наступление гитлеровских полщищ. 200 дней и ночей длилось жестокое сражение в Сталинграде. Так тогда назывался этот город. В нем участвовало с обеих сторон более двух миллионов солдат и офицеров. Враг ворвался в город, но так и не смог захватить его. Бои шли за каждую улицу, каждый дом, каждый подъезд. За Волгой для нас земли нет. Эти слова стали боевым девизом защитников города. И вот наступил долгожданный день. 19 ноября началось советское контрнаступление. 22 вражеские дивизии оказались в Железном кольце. Это была победа. Хотя до Берлина по дорогам войны предстояло шагать еще два с половиной года. Это здание в 43-м году оставалось в городе единственным, неразрушенном до основания. Сталинградцы сохранили его как память о тех героических днях. Как драгоценную реликвию берегут они и старенькую лейку. Боевое оружие фотокорреспондента Юрия Чернышева. Сюда в музей 62-й армии приходит на встречу со своей молодостью один из тех, кого снимал Чернышев. Александр Цыганков, боец, артиллерист в 42-м, а сейчас профессор Волгоградского инженерно-строительного института. Вот как выглядит сегодня город-герой на Волге. А ведь было мнение, что восстановить его невозможно. Зарубежные дипломаты, посетившие Сталинград после окончания боев, предложили обнести руины ограды. Пусть они будут напоминанием потомкам о том, что могут сделать варвары. Но сталинградцы решили иначе. И это тоже был козик. Десятки тысяч туристов приезжают сюда, чтобы увидеть возрожденный город. Волгоград всегда рад гостям и не забывает друзей. А их много. Ведь у него 8 зарубежных побратимов. Вместе с английским городом Ковентри Волгоград стоял у истоков движения породненных городов. Для Юрия Чернышева Волгоград стал неотделимой частью его жизни. С пристрастностью человека, кровно связанного с судьбой города, он следит за каждым его успехом. За теми изменениями, которые вносит в его жизнь идущая в стране перестройка. А Волгограду есть чем гордиться. Сегодня город, в котором живет около миллиона человек, производит мощные тракторы, точные приборы, оборудование для нефтяной промышленности, сложную медицинскую аппаратуру. Рядом с городом расположена самая мощная на Волге гидроэлектростанция. А с открытием в 1952 году Волгодонского канала, Волгоград стал портом Пяти морей. История — это память народу. И волгоградцы никогда не забывают о великом прошлом своего города. Пройдут десятилетия, но сюда, к монументу победы, будут приходить наши внуки и правнуки, чтобы вспомнить тех, кто погиб, защищая вечный огонь жизни.